Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Трагедия на дороге. В районе улицы 60-летия октября ночью 31 августа произошло смертельное ДТП. Новоселье маленьких несян. В столице Канинского сельсовета прошло торжественное открытие нового детского сада. Быстрее, выше, сильнее. Учитель физкультуры из поселка Харута удостоен государственной награды. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Начнем выпуск с информации о ДТП с погибшим. Трагедия произошла ночью 31 августа на дороге в районе улицы 60-летия октября. По предварительной информации водитель автомобиля «Лада» около 2 часов 55 минут двигался в направлении поселка Искателей. В районе дома 59 по улице 60-летия октября автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на металлический фонарный столб. Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП один человек погиб, второй человек получил телесные повреждения, проходит лечение в городской больнице. По данному факту ведется проверка. Сотрудники ГИБДД напоминают о соблюдении правил дорожного движения. И теперь об эпидемиологической ситуации в округе. По данным на 31 августа за прошедшие сутки диагноз COVID-19 выявили у 14 жителей Заполярья. Всего лечение от коронавирусной инфекции получают 214 человек. Из них 59 человек находятся в стационаре, 155 лечатся амбулаторно. Еще 867 человек, близко контактировавших с заболевшими, изолированы Роспотребнадзором и находятся на карантине. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1929 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1831 человек. Один из них за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 34 летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. На дороге по улице Полярной продолжаются ремонтные работы. Реконструкция на этапе подготовки и укладки нижнего слоя. Протяженность участка 800 метров. Строительство ведется только в благоприятные погодные условия, когда нет дождя. Отдельное внимание уделяется об устройстве безбарьерной среды местам съездов. Комфортно должно быть и велосипедистам, и родителям с колясками, и лицам с ограниченными возможностями. В работе используется местный материал. Завод ДРСУ изготавливает асфальтовую смесь. На строительстве задействованы местные специалисты. Если погода позволит, до четверга закончат нижний слой, а в пятницу начнут верхний. Образовательные организации региона готовы к приему детей. Об этом в ходе же недельного совещания при губернаторе НАО сообщил руководитель окружного департамента образования, культуры и спорта Антон Пустовалов. В школах номер один и номер четыре подготовлены спортивные залы. Проведен ремонт коррекционной школы. Ремонт помещений в школе имени Пырерки. Там оборудовали точку роста. В детском саду Аннушка заменена система отопления. В детском саду Семицветик установлены новые противопожарные двери. Завершается ремонт школьной столовой в поселке Уськара. Все школьники получат у нас подарок первокласснику. По вашему решению были закоплены рюкзаки для всех школьников, первоклассников. Набор у нас внутри, который идет по нашей государственной программе, будет состоять из 30 наименований. Это все, что необходимо школьникам в начальном этапе. Это необходимая канцелярия, материалы для прикладных уроков. Это USB-накопитель, книга, азбука безопасности. Очень современно так. Теперь в наборе первоклассника USB-накопитель. Представляете? Как меняется мир. В 2021 году в школы региона пойдут 6463 школьника. 689 из них в первый класс. Дошкольные учреждения будут посещать 3374 ребенка. Порядка 600 перешагнут порог детского сада впервые. Получать специальность в окружных образовательных организациях будут порядка тысячи студентов. 258 из них первокурсники. Новоселье маленьких Нисян. Открытие нового детского сада в столице Канинского сельсовета прошло в торжественной обстановке и с представителями власти. Не обошлось и без экскурсии, в ходе которой гости проконтролировали готовность дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. У нас нынче новоселье. В одном из крупнейших сел на западе региона самый настоящий праздник – каравай и праздничный концерт. А все потому, что жители и подрастающее поколение дождались открытия нового детского сада. Теперь дошколята могут развиваться и познавать мир в теплых и уютных стенах образовательного учреждения. Теперь родителям не придется приносить с собой кучу одежды, потому что есть сушилки в этих группах и после прогулок можно высушить одежду. Есть прекрасные отапливаемые веранды и если на улице ненастно и холодно, дети будут гулять на этих верандах. Желаю нашей детворе успешно осваивать образовательное пространство. Коллективу детского сада дружной и творческой работы. Ну а родителям, конечно же, работать в тесном контакте с педколлективом. Когда произнесены торжественные речи, приступают к самому важному – церемонии открытия. Далее представители власти отправились на экскурсию по новому детскому саду. Осмотрели группы, которых, кстати, в садике будет четыре, а также увидели специальные сушилки для одежды. Специально для рукавичек, для одуви, размещаться будут курточки. У всех дошколят будет собственный шкафчик, а в каждой группе есть специальная прогулочная веранда, на случай, если погода на улице будет холодная. Ну а самое главное – это теплый пол с регулируемой температурой, который установлен и в спальнях, и в группах, и на верандах. Вся мебель, игровое оборудование и постельное белье – новое. У нас много оборудования всякого разного. В отличие от старого детского сада, в новом мойка и сама кухня находятся достаточно близко, а новая посуда не представляет опасности для детей. Не бьется, не колотится, легкая. И вот 1 сентября дети пойдут в теплый и уютный детский сад. Елизавета Кабанова, Сергей Конюков, Телеканал «Север». Яндекс.Лицей открывает второй набор студентов. Это бесплатные очные курсы по программированию для школьников с 8 по 10 классов от одной из крупнейших IT-компаний страны. Обучение начнется с октября. Как сообщают в Департаменте образования, культуры и спорта, чтобы поступить в Академию Яндекса, необходимо на сайте проекта выбрать свой город и заполнить анкету. Заявки принимаются до 10 сентября. Тем, кто успешно пройдет тестирование, до 16 сентября придет уведомление на электронную почту о допуске к онлайн-собеседованию. Занятия будут проходить на базе Неницкого аграрно-экономического техникума имени Волкова на протяжении двух лет. К концу обучения школьники получат навыки джиньор-программиста и научатся создавать собственных чат-ботов, игры и веб-приложения. С подробными условиями конкурсного отбора можно ознакомиться на сайте НАЭТО и в Яндексе Лицея. Добавлю, Лицея Академия Яндекса работает в более чем 160 городах России и Казахстана. В прошедшем учебном году тонкости программирования осваивали почти 8200 учащихся, а в этом году их будет уже больше 10 тысяч. Быстрее, выше, сильнее. Учитель физкультуры из поселка Харута удостоен государственной награды. Дмитрию Казакову присвоили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Каков путь к награде и как занимается учитель со школьниками, расскажем в следующем сюжете. Все, продолжаем. Под чутким руководством Дмитрия Сергеевича юные спортсмены оттачивают мастерство игры волейбол. Уже более 35 лет Дмитрий Казаков живет в Харуте. После окончания Поморского государственного педагогического университета имени Ломоносова Дмитрий переехал в поселок и сразу стал работать учителем физической культуры. О таком кардинальном решении сменить место жительства ни капельки не жалеет. Нисколько не жалею, вот уже здесь больше 35 лет. С 85-го года уже 36 лет будет в этом году, как я уже здесь. Не жалею нисколько. Мы с женой приехали, здесь родились у меня дети, выросли уже, уехали. Поселок очень хороший, народ общительный, дети прекрасные. Работа с детьми именно этим занимается учитель физкультуры. Помимо проведения общеобразовательных уроков, Дмитрий Сергеевич под своей инициативой внеурочно работает со школьниками. Большой аспект секции по разным направлениям от волейбола до северного многоборья для юных арутинцев хорошая возможность реализовать себя и показать свои возможности на соревнованиях. Конкретно в округ мы уезжаем каждый год. Соревнования по баскетболу, по волейболу мы участвуем. Также участвуем, ездим в национальных видах, где практически всегда привозим и кубки, и грамоты ребята привозят. Но более старшие ребята чуть позднее участвовали и в чемпионатах России по северному многоборью. Выступая на разных соревнованиях, спортсмены привозят достойные награды, что и показывает результат работы учителям. Мы два года подряд до этого были третьими, вторыми, шли по возрастающей и вот добились победы. По добрым, но при этом требовательным руководством Дмитрия Сергеевича уже более 15 воспитанников защитили звание мастеров спорта. Сейчас Дмитрий готовит новое поколение, которое с добротой и любовью отзывается о учителе. У нас, Дмитрий Сергеевич, это вообще самый любимый учитель. Всегда на физкультуру мы идем с радостью, бежим. И мы все его очень любим и уважаем. Хороший человек, отзывчивый, всегда поможет, когда надо. За достаточно большой объем работ и множество наград указом президента за заслуги в развитии физической культуры и спорта, за многолетнюю добросовестную работу Дмитрию Казакову присвоили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Василий Хатанзейский, Наталья Доркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Как сообщается на сайте региональной администрации, первое мероприятие акции «Чистая Арктика» пройдет 6 по 8 сентября. От мусора будет очищена территория старой зверофермы в поселке Искателей. Сдвиг сроков проведения связан с погодными условиями. Записаться добровольцем и узнать подробную информацию о мероприятии можно по телефону 2-38-66. Снабжение волонтеров необходимым инвентарем, перчатками, мусорными мешками, а также доставку до места проведения мероприятия обеспечит Департамент природных ресурсов, экологии и Апоканао. На сегодняшний день свое участие в акции уже подтвердил ряд окружных организаций, органов власти и окружных добровольцев. Кроме того, помощь в уборке территории окажут волонтеры проекта «Чистая Арктика», которые приедут из центральной части России. Мероприятие организуется в рамках проекта «Чистая Арктика». Он будет реализован в период с 2021 по 2024 год и охватит все субъекты Российской Федерации, входящие в Арктическую зону. Основная цель проекта – выполнение комплексных работ по ликвидации загрязнения окружающей среды по всей Арктике, в том числе в Ненецком автономном округе. Козье молоко и сыр в массы. Семья Никитиных воплощение силы, духа и идиллии с природой в лице сельских тружеников. Продолжают модернизировать свое хозяйство. Единственная в селе Тельвиска ферма развивается, несмотря на различные трудности. О жизни современных фермеров расскажет Катрина Тайборей. Девочки, хватит есть. К нам гости пришли. Сейчас мы находимся в гостях у семьи Никитиных. На сегодняшний день это единственная ферма в селе Тельвиска. Несмотря на все трудности ведения хозяйства, дело растет и развивается. И эти замечательные козочки дают отличное гипоаллергенное молоко. В современном мире сегодня все реже можно встретить семью фермеров. Никитины с гордостью занимаются своим хозяйством и развивают ферму. Вообще все начиналось с малых желаний, чтобы у наших детей было натуральное молоко. Начиналось все с двух коз. Только для себя, без всяких коммерческих целей. Соответственно у нас появилось дома молоко, люди стали спрашивать. Типичное утро начинается с завтрака. Далее по списку. Дойка, кормежка коз, кур и коров. Розлив свежего молока по емкостям для продажи. Я эту козу сдаю. И мы перельем в трехлитровую банку. Вот талон трехлитровой банки есть. И посмотрим, сколько дает коза за один раз, за один удой. Как мы видим, удой хороший. Даже не вместился в одну банку. Но на этом дела не заканчиваются. Корма для животных Никитины готовят сами. Косят и собирают сено, утрамбовывают в тюки. Есть какие-то перерывы, где именно работает трактор наш и не нужны наши руки. Мы собираем веники, потому что козам обязательно нужны грубые корма, такие как, допустим, веники. Одна из важнейших составляющих в содержании животных – уделять внимание и ласку. Ведь от эмоционального состояния коз зависит качество удоя. Надо, чтобы они были приручены и слушались хозяев. Обязательно время уделять на эти ласки, на общение с животными. Это одно из необходимых условий. Активной фермерской деятельностью Никитины начали заниматься с 2016 года. Тогда приобрели крупный рогатый скот. В то время в приоритете были коровы, но со временем все изменилось и ставку сделали именно на коз. Изначальная точка, вот крайняя точка была коз, откуда я договорилась, откуда мы приобретали. Это был Киров. С Кирова довезли до Сыктывкара. С Сыктывкара довезли до Щелиюра. С Щелиюра привезли, Славик Шевелев привез до Наринмара, до Тельвицки. Хозяйство развивается. Соответственно, растет и нагрузка, физическая и финансовая. Единственная поддержка от государства на данный момент – это дотации судоя, которая составляет 70 рублей за литр. У нас на сегодняшний день, какой мы мерой поддержки пользуемся – это дотация по литражу молока. Другими мерами поддержками у нас пока нет возможности воспользоваться. В 2016 году Клавдия Никитина выиграла грант в размере 500 тысяч рублей. Одним из основных условий реализации гранта было наем рабочего на официальной основе. В связи с определенными обстоятельствами сделать этого не удалось. Поэтому хозяйка была вынуждена вернуть средства в полном объеме, что поставило ферму в крайне затруднительное положение. Но, тем не менее, финансовое положение налаживается, появляются новые возможности и цели. Мечтаю, чтобы дали в Тельвицке актический гектар. Наконец-то хочется дождаться решения кадастровой палаты. И в итоге на сегодняшний день я до сих пор не знаю ответа, будет ли у нас земельный участок. Просьба к администрации сельского совета, чтобы они обратились в кадастровую палату для того, чтобы фермерам выделили земельные участки. Почему именно козье молоко? Оно гипоаллергенное, по вкусовым качествам не уступает другим видам молока, натуральное и питательное. А еще безопасное, ведь фермеры тщательно подходят к обработке сырья. Мы подоили молоко. Оно на данный момент является парным. Должны мы его охладить. У нас есть быстрая система охлаждения. Охладили, процедили и потом только на реализацию. И еще обязательно мы должны предупреждать своих покупателей о том, что желательно цельное молоко прокипятить. Впрочем, на одном молоке фермеры решили не останавливаться. У нас есть сыроварня. Мы сыроварню купили. Она объемом 30 литров. Выход продукта полутвердого сыра 1,5 килограмма, мягкого 2 килограмма, но отвердого где-то грамм 800 будет. Это просто пробный эксперимент, можно сказать. Это начало-начал. Возможно, из этого потом, когда-то получится. Ну, сразу говорю, не в этом году. Как успеть в всем? Ведь в хозяйстве живые существа, которые требуют постоянного внимания и ухода. Тем не менее, Клавдия отлично справляется. Успевает работать и воспитателем в детском саду. Иногда получается совмещать работу, ребятишек знакомить с тем, что у нас имеется на подворье. Тема даже есть определенная, допустим, домашние животные в разных возрастных группах. И вот мы осенью как раз приурочиваем такие экскурсии детского сада на нашу фермочку. Нет никаких секретов. Просто работаем с утра, думаем, что потом падаем. Все, никакого секрета нет. Где брать силы и вдохновения? Ведь дел – непочатый край. Нельзя позволить себе выходных праздников. Жена придает силы и вдохновения. Больше что. Опыт предыдущих поколений, грубо говоря, наших предков же получается. Вот у меня вся семья фактически, ну что, крестьяне. У жены вся семья крестьяне, грубо говоря. Любовь к делу, забота о родных и желание передать навыки дальнейшим поколениям. Вот основополагающие успеха семьи Никитиных. Катрина Тайбореев, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.